Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид. Я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как правильно поливать рассаду. Дело в том, что неправильный полив это грибковое заболевание, это загубленная рассада, потраченные деньги на ветер за семена и, конечно, куча нервов и слез. И в инстаграм у меня полно фотографий, где вы мне присылаете рассаду, которая и с гнилостными пятнами, и с гнилой корневой системой. В общем, одно сплошное безобразие. И когда я вопрос задаю, как вы поливаете, когда мне начинают говорить о том, что как поливает и чем поливает, я понимаю, что тема должна быть для вас актуальной. Итак, начну с того, что точно делать нельзя. Нельзя поливать водой из-под крана. Это точно. Вода должна быть отстойной. И самое главное, что воду отстаивать не так, что вы сейчас налились под крана, поставили на часочек и будем считать, для себя галочку поставили, я ее отстаивала. Нет, не менее суток должна вода отстаиваться. Это важно. Температура воды. Вот что точно нельзя делать? Нельзя поливать ни горячей водой, ни холодной водой. Это тоже очень важно. Температура воды должна держаться в диапазоне 22-30 градусов. Вы скажете мне, что мерить с термометром? Можно мерить пальцем. Опускаем руку и руке должно быть приятно. Рука не должна ощущать ни выше температуру, ни ниже температуры. То есть руке должно быть комфортно. Вот такая температура нам годится для полива рассады. Третье, чего делать нельзя. Полили и открывать форточку. Особенно, если у вас рассада стоит на подоконнике. Часто такую картину мне присылают. Что случилось? Спрашиваю. Что вы делали? Полили и открыли форточку. Все. Вот этого делать точно нельзя. Чего еще делать нельзя? Поливать в ночь. Особенно, если вы делаете снижение температуры. И если у вас разрыв идет, например, градусов 5, то тогда поливать в ночь точно не стоит. Да и вообще в ночь не стоит поливать. Лучше поливать растения исключительно с утра. Ну, максимум до обеда. Для того, чтобы растения успели впитать всю вот эту воду. Что делать нежелательно? Поливать водой, которая образовалась после таяния снега. Если вы житель крупных мегаполисов, ну, даже или крупных городов, я вам не рекомендую поливать вот этой водой, которая получилась после таяния снега. Пятна на листьях вам обеспечены однозначно. Если вы житель деревень и у вас экология распрекрасна, и в радиусе 100 километров у вас нет никаких крупных предприятий, тогда, пожалуйста, конечно же, можно. Но, если вам очень хочется именно поливать талой водой, потому что я точно знаю, что многие мне говорят, что вот я знаю точно, что талая вода обладает стимулирующим действием. Если вам очень хочется поливать талой водой, тогда возьмите воду, пусть она отстоится, заморозьте ее, потом разморозьте, вы получите талую воду, которую поливать можно. Что еще делать нежелательно, друзья? Показывай прямо на примере. Вы налили бутылку с водой, вы оставили ее, все как положено, она у вас отстояла сутки, вода готова к поливу, но я не рекомендую вам использовать до конца всю эту бутылку. Дело в том, что вот когда вода отстаивается, все соли, все ненужные вещества оседают вот здесь, в нижней части сосуда. Поэтому, когда вы будете использовать воду для полива, не выливайте бутылку до конца. А желательно аккуратненько бы ее куда-то переместить в другую емкость и уже аккуратненько поливать все ваши растения. Дело в том, что почти у всех, у кого бы я не задавала вопрос, делали ли вы замер pH воды. Все однозначно отвечают, нет, конечно же не делали. Даже почву-то не все меряют, не говоря уже о воде. Поэтому, друзья, вот такой нехитрый прием, просто возьмите как-то вот себе за правило. Никогда не сливать воду до конца, при поливе домашних цветов то же самое. Тогда вот здесь у вас в горшках соляной корки никогда не будет образовываться. Ну, исключение, если у вас очень высокая щелочная вода. Следующий вопрос. Как узнать, что пора поливать? Простой тест, друзья. Берем в руку горшок. Если горшок легкий, очень легкий, то это говорит о том, что воды здесь явно уже не хватает. Второй тест. Возьмите вашу растишку и вот так. Потрогайте листочек. Если он активно пружинит и такой бодрый, веселый, листик не поникший, это говорит еще о том, что воды еще здесь достаточно, хватает. Ну и третий, конечно, тест. Конденсат. То есть, если посмотреть, то вот здесь, когда воды достаточно в емкости, то вот здесь, на дне сосуда, сейчас я покажу, как правило, образовывается конденсат. На стенках. Вот если наличие конденсата есть, это говорит о том, что там точно воды более чем достаточно. И поливать такие растения не нужно. Но, конечно, самое главное, это внешний вид. То есть, если растение бодрое, веселое, листики у него плотненькие, хорошие, не поникшие, это говорит о том, что с ним еще все в порядке. Ну и, конечно, простой тест. То есть, вы буквально пальчиком попробуете потрогать землю. Если где-то на глубине, там, ну, сантиметра, сантиметр, вы уже не чувствуете влаги, то уже пора поливать. Особенно вот у вас есть вот такой вот маленький сосуд. Важный вопрос теперь, сколько поливать? Друзья, однозначного мнения не существует. И существовать его просто не может. И это неправильно было бы с моей стороны сказать вам так, что вот у вас рассаде 3 недели, поливайте столько. Или же рассаде у вас растет, там, к примеру, в 100 граммовом стаканчике, поливайте столько. Но золотое правило существует. Маленькая рассада, маленький полив. Большая рассада, большой полив. Почему? Дело в том, что маленькие рассады, маленькая корневая система и маленькая листва наверху. То есть, то, что испаряет влагу. Здесь и здесь. Поэтому маленькая рассада, маленький полив. Большая рассада, большой полив. Важный момент. На чистоту и объемы воды влияет место, где у вас растет рассада. Одно дело, когда рассада растет вот в таком объеме, я имею в виду на открытом воздухе, и другое дело, когда рассада растет вот в таком объеме, под крышкой. Здесь вода испаряется гораздо медленнее и почва пересыхает гораздо дольше, чем вот здесь. Поэтому об этом не забывайте. Если рассада растет на солнечном подоконнике, там почва испаряет влагу гораздо быстрее. Если температура в помещении у вас выше 25 или ближе к 30 градусам, то естественно, то у вас полива будет больше требоваться и частота полива больше будет, чем та рассада, которая растет при температуре 18-19 градусов. Об этом тоже забывать нельзя. Еще важный момент. Вот об этом мало кто помнит. Грунт при составлении почвосмеси. Если почва у вас тяжелая, она пересыхает гораздо дольше. И в точности наоборот, если почва у вас легкая, она пересыхает гораздо быстрее. Еще важный момент. Смотрите, вот если у вас почва тяжелая, и вы составили тяжелую почвосмесь, что у вас получается? Вы поливаете, начинает почва вот в этом верхней части достаточно долго стоять. Потому что почва тяжелая. Она не может быстро пропустить влагу. В результате у вас вот здесь появляется застой воды. Она туго, плохо очень проникает к корневой системе. Здесь у вас на поверхности получается корка. Рассада плохо дышит. В результате растение не напиталось водой. И здесь у нас получилась ерунда полная, то есть застой воды. Вот поэтому я всегда говорю, что почва должна быть у рассады воздухо-влагопроницаемой. Это очень важно. И в точности наоборот, если слишком у вас пушистая почва, слишком легкая, у вас что получается? Вы полили, она очень быстро бац и ушла в поддон. Это хорошо, если в поддон. А если просто вот вы поставили где-то в раковине или где-то поливаете их, то есть она быстро стекла и ушла вода. То есть растение у вас тоже не успевает напитаться водой. В результате что получается? Буквально через несколько часов или даже через день у вас почва вновь сухая. И вы по растению видите, что растение страдает. Вот поэтому правильно подготовленная почва, она напрямую зависит, влияет на то, сколько и как часто и в каком объеме вы должны поливать. Помните, что в улитках, самокрутках, рассада почва пересыхает гораздо дольше. Потому что там, во-первых, и в то, что мы заворачиваем, оно такое полупластиковое, особенно вот кто в подложку из ламината заворачивает, там вообще влага испаряется дольше. И там у вас вероятность корневых гнилей и черных ножек гораздо выше. Так что будьте крайне аккуратны, кто выращивает именно в улитках и в самокрутках. Теперь как поливать, друзья. Рассада, которая большая, взрослая, у которой мощная корневая система и она уже способна впитать влагу, можно поливать путем в поддон. То есть выставляете вот в такие ящики или в поддоны, наливаете в поддон, в рассаду у вас набивается водой. Отлично. Можно поливать через верх. Но помните, если вы поливаете по верху, какая бы рассада ни была, лучший способ полива это по краю сосуда. Вот здесь, по стенкам. Старайтесь так, чтобы не попадать вот сюда в стебелек. Не нужно этого делать. По краю сосуда. Вода быстро уходит вниз. Потом через буквально несколько минут она начинает подниматься наверх. И растение всю без остатка ее впитывает. Так можно поливать взрослую рассаду. Как поливать маленькую рассаду? Все то же самое. По краю сосуда. Старайтесь никогда не лить вот сюда, прямо-таки в центр, вот именно непосредственно к стволику. Лучший вариант, если у вас, к примеру, рассада посажена в одном сосуде, в одной емкости, лучше высаживать рассаду редками. И поливать между ряде. Вот так. Между ряде и по краю сосуда. Ну как быть, если у вас, к примеру, вот такие загущенные посадки, а еще хуже, вот такие посадки. Вот здесь уже, конечно, дело обстоит туго. Особенно вот молодая рассада. Это вот у меня лабелия. Как поливать в таких случаях? Здесь однозначно, друзья, по краю сосуда. Берите спринцовку. Самый лучший вариант. Это спринцовка. Можно взять побольше, не такую, как маленькую, как у меня. Точечно. Вот сюда. Раз. Раз. По четырем углам. Не надо поливать вот так сверху. И по краю сосуда. Вода уйдет на дно. Корневая система вот в таких маленьких объемах. Мы же почву здесь насыпали буквально 1-2 сантиметра. Она ее заберет. То есть здесь уже растенец с двумя-тремя листиками настоящими. Они способны взять спокойно воду. Здесь то же самое. Вся рассада, которая маленькая, совсем только что взошедшая, тогда поливаем исключительно между рядами. И после полива обязательно точно рыхлим зубочисткой или еще чем-то. Так, чтобы корням шла в воздух. Чтобы не было никакой корки. Для того, чтобы корни дышали. Это очень важно. Особенно это касается растений, которые могут просто упасть. Такие как лобилия, агератум, львиный зев. Они очень уязвимы. Особенно если застой идет в почве. Ну и приблизительно я вам скажу. Грубо, точно следовать этой цифре не нужно. Я вам сказала параметры, на которые нужно всегда обращать внимание. Итак, сколько же все-таки точно в граммах лить под каждое растение? Друзья, сразу могу сказать. Помните, выше я вам сказала, на какие пункты нужно обращать внимание. Но условно, внимание, условно, цифру я вам назову. На такой вот 100 граммовый стаканчик я лью где-то 15 грамм воды. Раз, ну, в 5 дней. Не чаще. На стаканчик, который 300 миллилитров, я выливаю где-то порядка 50-70 миллилитров воды. Это тоже раз в неделю. На стаканчик, который у меня пол-литровый, я выливаю порядка, ну, 90-100 миллилитров воды раз в неделю. Но опять, друзья, вот сейчас у нас начинается весна. На улице температура повышается. Батарею у нас убавит. В квартире станет попрохладнее. Внимание. Здесь уже режим опять-таки снижаем. То есть, если, например, я сейчас поливаю при температуре, у меня 22 градуса температура в помещении, я поливаю раз в неделю. Когда батарея у меня убавит, я буду поливать раз в 7, а то, может быть, даже и в 8 дней. Опять-таки, смотрите по состоянию вашего растения. Бодрый? Потрогали листик? Бодрый? Значит, еще не льем. Ждем. Пальчиком потрогали. Чуть-чуть влажно, еще не льем. Но если горшок очень стал легкий, емкость очень легкая, помните, чуть-чуть можно уже полить. Друзья, у меня на сегодняшний день все. Сразу говорю, потому что вопрос мне все равно опять задает. Что это за рассада, Лариса? Что она у тебя такая большая? Это моя экспериментальная рассада. Посмотрите, она у меня фактически вся без литин. Я ее учусь тормозить. Я на ней испытываю разные препараты. Поэтому на нее не обращаем внимания. Это не та рассада, которая пойдет в грунт. Это то же самое. Вот моя уже настоящая рассада. Перцем здесь моим, потому что сразу же вопрос мне тоже такой зададут. Сколько моим перцем дней? Вот сегодня у меня закончилась 7-дневная круглосуточная подсветка. То есть здесь им 7 дней. При лампах хорошая, рассада растет очень быстро. Все, друзья мои, я прощаюсь с вами. И до новых встреч. И желаю вам, чтобы ваша рассада была здоровой, сильной и радовала вас отменно. Всем здоровья!